Здравствуйте, друзья! Сегодня делаем петельку для куртки, но таким же образом можно сделать петельку и для пуговицы, либо для кухонных полотенец. Я использую двойную нитку. Сразу скажу, если хотите получить петельку потолще, берите нитки тоже потолще. Завязываем узелок и теперь прокалываем в том месте куртку, где хотим закрепить нашу петельку. У меня здесь бортик, поэтому очень удобно его проколоть. Прокалываем насквозь, закрепляем нитку, потом делаем небольшой стежок, отступаем немножко, прокалываем насквозь куртку и опять выходим в том месте, где мы изначально прокололи. Но в этот раз мы нитку полностью не вытягиваем. Получается в конце такая петелька, петля. В нее просовываем левую руку и приступаем к вязке самой петли. Левой рукой захватываем нитку, которая идет к игле, вытягиваем ее и затягиваем узелок прямо у основания нитки. Итак, повторяем процедуру несколько раз. Вот это основной принцип вязания петли. Определитесь, какой длины вам нужна сама петелька и столько повторений сделайте. Получается вот такая хорошая, надежная петелька. Для того, чтобы закончить наше вязание петельки, нужно просунуть иголку с ниткой в петлю, которая была на левой руке и плавно затянуть узелок. Вот смотрите, так аккуратно мы затягиваем, чтобы узелок точно оказался в конце петельки. Теперь закрепляем второй конец петельки на куртке. Для этого мы насквозь прокалываем куртку на другую сторону, вытягиваем нитку и теперь возвращаемся назад. Прокалываем снаружи, делаем маленький стежок, возвращаемся назад и еще раз прокалываем с черной стороны, делаем маленький шажок, возвращаемся. Это мы сделали для хорошего закрепления петельки, чтобы она была прочная и надежная. Теперь мы выходим на другую сторону и уже закрепляем нитку, чтобы она не распускалась. Для этого подхватываем немного ткани куртки, протягиваем нитку, но не полностью, оставляем петельку, просовываем в эту петельку иголку и закрепляем. Также медленно получился узелок. И для надежности еще один разок повторяем эту процедуру. Кстати, напишите мне под видео, получилось ли у вас сделать петельку. Вот в принципе и весь секрет создания петельки на куртке для пуговиц, либо для кухонных полотенец. Обрезаем хвостики. И у нас получилась такая замечательная петелька. Благодарю вас за внимание, за просмотр. Желаю, чтобы у вас все хорошо получилось с первого раза. И пока-пока, до новых видео!